Барнаулиц оказался на скамье подсудимых после того, как заступился за свою соседку. Эта новость будоражила соцсети, поэтому тысячи зрителей продолжают следить за судьбой Евгения Амельичкина. Летом прошлого года судебные приставы решили изъять автомобиль у одинокой женщины с ребенком. Она выплачивала долг умершей мамы, с каждой зарплаты с нее вычитывали 50%. Просрочек не было, и эта женщина, как мы уже ранее говорили, может подтвердить выписками с карты. В тот день, когда к женщине приехали приставы, окружили ее, Евгений Амельичкин вышел из дома, увидел свою соседку, всю в слезах. Сегодня мужчина выступил в суде и объяснил, почему не смог пройти мимо. Сегодня в суде также выступили свидетели со стороны защиты. Одна из них, собственно, женщина, у которой хотели изъять автомобиль. Как пояснила Виктория Петрова, долг от мамы перешел по наследству. Оставалось выплатить 60 тысяч рублей. При том, что не было просрочек, приставы решили изъять автомобиль, рыночная стоимость которого примерно 800 тысяч рублей. Что я, я не знаю, я злостный неплательщик, я не знаю, я должна миллиона. Нет, этого не было, я платила исправно. У меня долг образовался в связи со смертью моей мамы. Он перешел ко мне по наследству, я его платить не отказывалась. Я его платила. И когда понаехало столько народу, конечно, я была в шоке. Амеличкин вышел и спросил, что вообще здесь происходит, потому что половина были в гражданской одежде, а кто-то там был в форме. Потерпевший Алексей Гончаров. Напомним, пристав выступил против видеосъемки в суде. Ранее он уже поделился своими нравственными страданиями с участниками процесса. По словам мужчины, Амеличкин его оскорблял. После этого пристав даже плохо себя чувствовал. Также он потребовал 20 тысяч рублей за моральный ущерб. По словам Евгения, нецензурная брань могла быть, но не в адрес пристава. Она не была конкретно кому-то обращена. А просто я от этого беспредела, возможно, и выразился нецензурной бранью, что в общем порядке, что вы здесь творите. Евгений недоумевает, как он мог оскорбить представителя власти, если этот представитель, по словам подсудимого, даже не показал удостоверение. Удостоверение не предъявляли. Во-первых, нагрудный знак у него также отсутствовал, что давало мне повод усомиться, что он действительно находится на службе. Женщина сидит, ей плохо, она в слезах и говорит, пусть она хоть действительно задохнется, хоть большую малую нужду там справляет, все равно автомобиль будет наш. Я понял, что просто приехали забрать автомобиль. Это были настроены. Я сказал Петрову, что надо вызывать срочно полицию, действовать точно незаконно. Хочу предъявить документ, заверенный, что в тот раз потепневший пояснял, что вызывали полицию они, вызывали полицию мы. Есть документ. Отметим, что в тот день жильцам дома все же удалось отстоять машину Виктории, несмотря на то, что приставы уже вызвали эвакуатор. Совсем скоро в суде должны перейти к прениям, но телеканал «Толк» обязательно продолжит следить за этой историей. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком.